Тематика круглого стола достаточно разнообразная. Она включает в себя целый ряд актуальных вопросов. От проверок и ограничений до изменений в налогообложении и хозяйственной жизни. Антикризисная поддержка – это та полезная информация, которую сейчас нельзя упускать. Сегодня у предпринимателя есть возможность из первых уст услышать, как это работает и на какие сферы деятельности направлено. Бизнесу с учетом текущих всех реалий необходимо быть всегда в повестке. Они должны понимать все инструменты, которые государство предлагает предпринимательству. Потому что если ты в этом не знаешь, ты никогда этого не получишь, не обратишься. Если ты предупрежден, ты вооружен, ты понимаешь, что это будет, может быть, это не завтра какая-то мероподдержка. Может, к ней надо готовиться в любом случае. Любая мероподдержка влечет за собой какую-то определенную подготовку. Например, в рамках нашего центра «Мой бизнес» необходимо получать услуги. Они в большей степени вообще все безвозмездны для бизнеса, но надо понимать все-таки, что они вообще есть. Что они есть не каждый день. Это надо тоже следить за нашими новостями. Мы работаем в рамках федеральных денег. Поддержка социального и молодежного предпринимательства. Об этом сегодня тоже много говорили. Появляются все больше представителей бизнеса, для которых свое дело – это миссия, это предназначение. Это социально значимая деятельность. И таким людям государство намерено помогать. А также тем, кто в своем деле только в самом начале пути. У нас реализуется грантовая поддержка до 500 тысяч рублей на социальные предприятия и для молодых предпринимателей. Молодых в возрасте до 25 лет включительно. Мы в июне объявим конкурс для молодых предпринимателей по грантам. Конкурс по социальному предпринимательству мы объявим, наверное, во второй половине июля, в августе. Значит, размеры, я уже сказал, до 500 тысяч рублей. Из новшеств, что с прошлого года, о чем еще постоянно говорим, рассказываем на всех возможных площадках, это то, что размер софинансирования для субъекта бизнеса снижен до 25% от суммы его проекта. То есть, если сумма проекта составляет 670 тысяч рублей, из них 70% это 500 тысяч рублей гранта, и из 170% это свои средства. Деньги даются на планируемые расходы, которые можно будет потратить на приобретение оборудования, на приобретение основных средств, на аренду нежилого помещения, на ремонт помещения, на оплату коммунальных расходов. Сегодня в рамках недели предпринимательства также прошел семинар «Топ-10 онлайн-площадок для бизнеса» и традиционное заседание клуба читающих предпринимателей. Продолжение следует...